Ух! Прокочу! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Посмотрите, как мы входим в волну на рассвете. То есть, классический ход. Мы сейчас под облаком роторным. Впереди гора Апотер. Дует с нее 42 км в час ветер. И мы тут рубимся в роторах. Пытаемся выскочить вверх. То есть, для этого нам нужно выскочить выше этого облака, которая подсветилась розовым. Это вполне реально сделать. Это уж 5 метров в секунду на вариометре. Ой, как красиво! Настоящий боевой ход в волну. Ветер дует вот от этой горы, на которой я вам показываю крылом. Соответственно, дальше он падает вниз. Видите, облака, которые оттуда летят, они мгновенно тают. Там получается, что воздух опускается вниз, разогревается. Ну, это я вам сто раз уже рассказывал. И, о, рассвет, кстати! Тает, дальше идет отскок. Ну, и вот здесь классическое роторное облако, по которому мы определили, что с утра будет... Утро будет добрым, и будет атмосферная волна. Смотрите, как это волшебно! Попробую ролик опубликовать... И луна, кстати, есть план сверху. Попробую ролик опубликовать прямо с неба. Сейчас вот снизимся потом как-нибудь, где связь получше. И залью, будет классический ролик, загруженность неба. Фонарь грязный, надо мыть. Солнышко хорошо видно. Устойчивый подъем. Кстати, 5,6,2 метра в секунду. Да, это немало. И сейчас одно из красивейших явлений будет... Можно врезаться в облаке в собственную тень. Она должна зажечься на облаке. Солнце уже должно отбрасывать. И да, тень зажглась, она жиденькая-жиденькая такая. Сейчас, немножечко попозже, будет поярче. Вот она тень. Мы к ней летим. Оп! И в нее так... Бам! Ой, очень, конечно, красивые вот эти вот облака все. Это все как океан. Кипит. Облако, которое, кстати, сзади его сдуло, это ротор выплюнул новое, свеженькое. Некоторые ученики путаются, привязываются к одному облаку и начинают в нем двигаться постоянно. Ну и, соответственно, волну теряют. Сейчас видно даже, как это облако вращается. У него верхушечка крутится. В данном случае, если вот так вот, трем-трем. Ну, что и логично. На фоне солнышка взошедшего. А гора, которая осталась сзади, ну, с собственного блока, она сейчас растает, его сдует. И оно исчезнет. Котел энергии. Все просто кипит. Обожаю такие полеты по утрам. Встали мы в 5 часов утра. Рассвет у нас в 6. Поэтому мы за полчаса до рассвета в 5.30 взлетели. Ну, потихонечку выбрались. И вот, собственно, рассвет встречаем в небе. И делимся с вами вот этими потрясающими видами. Ну, согласитесь, оно того стоит. Ах, я сам. Я за вам в шоке. Очень удачно. Очень удачно получилось. Очень красиво. Иногда, конечно, когда просыпаешься в 5 утра, думаешь, да ну его в пень. Да ну, да как вот, да поспать бы немножечко. Потом думаешь, ну, ты же каждый день спишь. Ты дрыхнешь, как сурок, там, до 9 часов утра, до 8. Ну, когда не монтируешь. Когда монтируешь, тоже в 5 встаешь и монтируешь. А когда еще монтируют ролики? Или вот такие безмонтажные грузить. Вот. И так, эх, наступил на горло собственному сну. И отправился просыпаться в небо. Ну, я думаю, что оно того стоит. Напишите в комментариях, вы бы на моем месте спали бы спокойненько, наслаждаясь теплой перидой. Или все-таки, или все-таки полетели бы, а? Влад, вот ты что бы сделал? Полетел, конечно. Полетел? Ну, это понятно. Вот, мы выбрались уже на высоту 2 600, сильно выше облаков. Какой план у нас на текущий день? Ну, набрать 5 800. Мы, наконец-то, при кислороде, он, баллон заправили полный. Поэтому сможем сегодня на полную высоту 5 800, которая нам здесь разрешена без заявок, без диспетчеров. Просто вот так взлетел и полетел. Свободный мир, свободная страна, свободные люди счастливые. У меня недавно был, друзья, спор с людьми, которые, вы знаете, бывает, когда что-то с вами происходит, ну, такое вот, ну, такое не очень, может быть, хорошее, ну, вот вам кажется, ну, а что я вот буду из-за этого расстраиваться? Я попробую это оправдать. Это может быть нехорошо, но вот, ну, о чем мне париться? Вот, зато мне несложно. Ну, и вот я говорю, слушайте, ну, и вот тут взлетаем вот так в 5 утра, раз, никакой заявки, просто в рацию сказал, что взлетаешь. Ну, что вдруг кто-то еще взлетает рядышком или на посадку заходит, что возможно. И взлетаешь, и родом не регулируется. И заявку подавать не надо. И вот мне там какие-то адепты. А что тебе сложно подать заявку за полчаса, заполнить пару бумажек, отправить их какой-то там? А зачем? Зачем, если это делать не нужно? Ну, вот, нас это не парит. Ну, не парит, не парит. Считайте, что для вас все и так хорошо. А мне делать не надо. Поэтому, конечно, я немножечко над такими людьми посмеиваюсь. То есть, это, знаете, бывает стандгольский синдром, когда, так сказать, есть там какой-нибудь, например, насильник, который жертву, ну, там, допустим, изнасиловал. И потом его там ловят, там еще что-то. Но так как жертва постоянно под страхом смерти, то она привязывается к самому насильнику. Он же ее не убил в конце-то концов. Он же вроде как в этом случае хороший. Ну, там, капельку изнасиловал. Вот. И, соответственно, оправдывает его действия. Ну, это научный факт, изученные явления. Поэтому, мне кажется, нужно не оправдывать дебильные вещи, такие, как, например, в пространстве гольф. Что такое пространство гольфа? Это то, в котором как раз оно определено, что это пространство, в котором пилоты летают, не подавая план полета. Чтоб ты вот взял и полетел, используя правила визуальных полетов. То есть, мы сейчас смотрим вокруг. Соответственно, и я, и мой ученик активно. Смотрим, чтоб не было никого другого. Но таких придурков немного. Аэродром весь спит еще. Это мы традиционно в волне с утра. И вот это правило визуальных полетов позволяет не отвлекаться на какой-то радиобмен ненужный. Там, не знаю, кто-то откуда-то летит. Вот самое прикольное, что бывает на аэродромах, ну, не буду называть, одной страны, так скажу, это когда три борта летают вокруг аэродрома в трех зонах, и вдруг оказываются, например, в одной или на подходе к заходу на посадку, и начинается там паника такая. Ай, я вас не наблюдаю. А как это наблюдать, если до тебя 4 километра? Там диспетчер, ожидайте пересечения через столько-то минут, такого-то часа с таким-то бортом, следующим оттуда-то досюда-то. Блин, небо, посмотрите, какое оно огромное. Чтобы пересечься с каким-нибудь бортом, это нужно тупо не смотреть вокруг. Это нужно вот пялиться там вот вот в эти приборы вот тоже, на ту же скорость смотреть. Вот, у меня были ученики, которые на эту скорость смотрели. Вот я сейчас, видите, отпустил управление. Подними руки, Влад. Вот видите, вот мы, ручки-то они, вот они. Не управляем планером, видите, он летит сам прекрасно. Ну, в принципе, и самолет так может хорошо оттримированный. И на вот эти приборы я смотрю только контрольно. Иногда у меня в основном все это визуально, боковым зрением тангаж, то есть положение планера в пространстве, то есть от тангажа зависит скорость. То есть если я нос опущу, сейчас ручка, видите, скорость начинает расти. Если на нос подыму, скорость сейчас начнет падать. Ну и там чпунь, вот, кстати, подавите, посмотрим, что будет. Ну, планер, видите, сам нос опустил, штопор не свалился, разогнался, смотрите, как разгоняется лихо. А сейчас постепенно уменьшит скорость. Вот, но сейчас он будет качели, сейчас он, в принципе, так и на петлю выйдет. Шутка. Одним движением я его успокоил и отправил его дальше летать. Так вот, меньше всего нужно пялиться на приборы, иногда контрольно, там, раз сколько-то смотреть скорость. Единственное, если по борту долбануло, если что-то там вот так вот тряхнуло, первый взгляд пилота, это скорость. Потому что если нет скорости, нет управляемости. То есть отдать ручку от себя, там, жим! Вау! Не надо не особо исполнять. И дальше разбираться, что же случилось. Вот. И при этом постоянный взгляд наружу, постоянный осмотр сектора, куда мы будем поворачивать и так далее. То есть осмотр воздушного пространства. Тогда видно всех. И самолеты, которые вокруг аэродрома летают, и парапланы, которые... Ну, здесь в Альпах летает, ну, скажем так, ну, вот сегодня будет летать, наверное, тысяченка планеристов в округе, я так думаю. И пару тысяч... Ну, сегодня... А, парапланистов сегодня не будет. Местраль. Ну, когда нормальная погода, то еще летает раза в три больше, там, две-три тысячи парапланиристов, которые расползаются по всем Альпам и встречаются, естественно, в восходящих потоках, в месте, где концентрируется энергия. И тогда, конечно, вселенская глупость требовать от них общения с каким-нибудь диспетчером. Там, борт такой-то, доложите, как вы, с какой стороны вы собираетесь обгонять вот этот параплан? Ну, согласитесь, это маразм. Если бы ваш на дороге регулировали диспетчеры, это же был бы... Там, по перекрестку, кто после кого по радио, ну-ка, давайте рассчитаемся, кто после кого по радио, значит, будет, так сказать, разминаться. Понятно, что это гротеск, но ситуация часто и становится понятными, доведенными до гротеска. И вот этот контроль, он, естественно, нужен в контролируемом воздушном пространстве, вот там, наверху, над нами, где есть коридоры, где летают большие самолеты с огромным количеством пассажиров, и летают они с транспондерами, транспондеры у нас есть. То есть диспетчера их видят, каждый из таких бортов. Бортов относительно немного, но при этом, ну, или много, диспетчера упакиваются, работа-то адовая. У меня друг летает, диспетчер приезжает ко мне на две недельки полетать иногда, и говорит, Волков, самую адскую работу в жизни я выбрал. Огромная ответственность за все. И вот в этом случае регулирования, да, нужно, но при этом довольно часто случаются катастрофы, когда диспетчера, например, отправляют борта друг на дружку, и они сближаются. Ну, вот известная катастрофа, когда погибла куча детей, столкнулись грузовой самолет и пассажирский по вине диспетчера. И в диспетчера, кстати, потом застрелил отец одного из... одной из семей. То есть у него семьи не осталось, жена здесь не погибла, и он решил, что человеку, который виноват в этом во многом, ну, вину, понятно, винить легко, но в той ситуации вроде как диспетчер действительно был виноват. Но и пилоты там, видя уже работу системы предупреждения, столкновений, отработали по-разному. Неизвестно, кто профессиональный. Не буду об этом случае много. Вот, кстати, есть у меня немножко разобранные видео, почему не сталкиваются самолеты. А сейчас просто сам принцип, что это свобода. Гольф это свобода. И лишь в отдельно взятых странах из этого пространства делают цирк. Ну, кстати, как и многое делают в виде цирка. Там даже вот иногда танкин цирк застревает. Ну, вот неправильно. То есть это неверное решение. Или убирайте гольф, пишите, это не гольф. Или просто тогда не заставляйте в гольф подавать заявку. Это не нужно. Вот. Такое лирическое отступление. А свободу свою нужно уметь отстаивать. То есть можно говорить, ну, вот там, вот так, сяк, там. Это ж не мы, это какие-нибудь там нерадьки, херадьки, или кто-нибудь еще нам жить мешает, еще чего-то. Но когда для этого ничего не делается, даже хотя бы не то, что не делается, не оправдывается. Это не нужно оправдывать. Такие вещи не нужно оправдывать. Если их не оправдывать, то постепенно, лет через сто, а может двести, можно жить в стране, в которой разумные законы, в которой любые законы принимаются не так, не здрасте, завтра, пожалуйста, вам хотели там что-то сделать, бац, быстренько состряпали, закончик поменяли. Можно всегда вспомнить, сколько всего поменяли в недавнее время. законы любые принимаются достаточно серьезным обсуждением и не с бухты-барахты и действительно обоснованы. Так что не оправдание это уже путь к хорошему, разумному и счастливому государству, в котором вот так можно встретить доброе утро. вот мы начали за здравие, но закончили тоже не за упокой, за перспективку, поэтому моим друзьям в разных странах я желаю доброго утра, сейчас загружу этот ролик, до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, до новых позитивных роликов! сейчас он затормозится и свалится, смотрите, оп, сваливание как происходит, и понесся к земле,